Добрый день, в эфире канал АПС Новости Регионов, студия Артемий Заварзин. Сегодня утром с космодрома Плесецк запустили новейший спутник. Ракета-носитель Союз-2 с космическим аппаратом нового поколения успешно стартовала в 9 часов 34 минуты. Запуск новейшего спутника юбилейный. Он посвящен 80-летию Архангельской области и 60-летию космодрома. Министерство обороны России сообщает, что ракета-носитель вывел на околоземную орбиту космический аппарат. Все агрегаты работают в штатном режиме. Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что запуск ракеты приурочен к 80-летию области и 60-летию космодрома. И на самом корпусе ракеты это даже было отмечено эмблемами. Другим темам, ровно 75 лет назад, 25 мая 1942 года, нарком военно-морского флота Николай Кузнецов подписал приказ о создании школы Соловецких юнг. Сегодня, в день юбилея этой кузницы кадров в Архангельске проходят торжественные мероприятия. С утра ветераны Великой Отечественной войны, будущие защитники Отечества возложили цветы к памятникам адмиралу Кузнецову и Соловецким юнгам. Соловецкая школа юнг военно-морского флота объявлена. Мы, когда учились в школе юнг, мы все время находились на практике на морских судах. И было вооружение. У нас там пушка, четыре архитекта, там и другие орудия. На которой нас обучили, и мы старались быть полезными. Мы участвовали в северных конвоях, которые ходили из Архангельска и до северно Диксон и дальше. После возложения цветов ветераны Великой Отечественной отправились в Архангельский морской кадетский корпус. У юных гардемарин сегодня тоже особенный день. Для 19 ребят позвенел последний звонок. Отметить оба события решили посадкой деревьев, лиственниц, пихт, сирени и рябины. А в центре, рядом с плацем, заложили кедровую аллею. Ветерану Северного флота Тахиру Сайфуддинову предоставили право дать имя одному из саженцев. Хочу назвать именем Зуб Виталий Иванович. Вице-адмирал Советского Союза, бывший командир большого противолодочного гвардейского дивизиона больших охотников. Потому что я уважаю это еще, стал адмиралом, бывший мой командир. Подробнее о торжествах в честь 75-летия школы Соловецких юнг мы расскажем в программе «Автограф дня» в 19.20 на канале ТВ-центр. В Архангельске появится еще один ТОС, а на ремонт дорог в городе дополнительно выделили 40 миллионов рублей. Эти решения были приняты сегодня на сессии депутатов Гордумы. Репортаж Олеси Кукиной. Первым вопросом повестки работы депутатов – исполнение бюджета прошлого года. При всей скудности бюджета удалось сэкономить 159 миллионов рублей на обслуживание муниципального долга. Работу муниципалитета в городской думе оценили. В целом оценка положительная, но мы говорили о проблемах. Мы говорили о том, что 2016 год выдался очень нелегким. То есть мы наблюдаем сокращение работоспособного населения в городе Архангельске. В следствии этого, в следствии других причин, идет недобор главного основного источника НДФЛ. В целом 100 миллионов по налогам город недобрал. Есть серьезный недобор по продаже муниципального имущества. От бюджета прошлого к нынешнему в основной финансовый документ 2017 года внесли изменения. В первую очередь они коснутся капитального ремонта образовательных учреждений. Средства получат 14, 26 и 60 школы Архангельска. Дополнительные деньги выделят и на ремонт дорог в сумме 30 миллионов. В бюджете уже предусмотрено 36 миллионов на ямочный ремонт, еще 60 на замену дорожного покрытия во внутридворовых и внутриквартальных проездах. Кроме того, Архангельск может получить 100 миллионов рублей из областного бюджета на ремонт городских автодорог. Коллеги представили сегодня ту часть бюджетных средств, которые подлежат корректировке. Еще 10 миллионов город изыщет уже внутри наших фондов для того, чтобы обеспечить ту самую цифру 40 миллионов рублей, которая была обозначена в том числе на встрече с губернатором наших уважаемых депутатов. Сегодня городские парламентарии также утвердили порядок и срок приема предложения о кандидатурах в состав муниципальной избирательной комиссии. У существующей заканчивается срок полномочий и с 13 июня начнется прием предложений. Будет выпущено заявление в прессе о том, что принимаем соответствующее заявление от политических партий, от общественных организаций. Это 50% и оставшиеся 50% вносят своих кандидатур областная избирательная комиссия и городская избирательная комиссия. Депутаты городской думы также поддержали решение жителей Октябрьского округа столицы Поморья и организовать новый ТОС из многоэтажек на набережной Троицком проспекте и улицы Гагарина. Для совместной работы объединились жители шести домов, а это более 600 активных горожан. Они сами принимают решения, они сами выходят в конкурсы, они предлагают те или иные предложения, которые идут на строительство площадки или на дороги, или на другие. В рамках часа городских вопросов отдельное внимание уделили освещению в Северном округе. В 2013 году целый микрорайон остался без уличных фонарей. Администрация города вложила более 20 миллионов рублей в строительство мачт освещения, однако остались участки, где по-прежнему нет ночных источников света. Эти вопросы будут прорабатываться дальше, то есть какие-то суммы будут выделены горсвету для дальнейшего освещения микрорайона Северного округа. То есть там есть территории, которые вообще не освещены ничем. Кроме того, обсуждали и вопросы благоустройства. В начале лета пройдут конкурсы на реализацию программы «Комфортная городская среда». Жители областного центра проголосовали за реконструкцию Чумбаровки и сквера у кинотеатра Северный. Олеся Кокина, Сергей Земских, Архангельское телевидение. Сейчас в регионе на территории нашей области продолжается паводок. С потеплением началось таяние болот, поднимаются уровни рек. Для населенных пунктов угрозы нет, а вот транспортное сообщение в некоторых районах нарушено. На Пинниге затоплены три моста, закрыт проезд, дорожное полотно на многих участках продолжает оставаться переувлажненным. Серьезного ущерба паводок не нанес, но там, где необходимо, будет проведен ремонт на средства резервного фонда. Кстати, в этом году в распоряжении дорожников только 15 миллионов рублей, а не 76, как в прошлом. Добавлю, что из-за затянувшегося паводка на одну-две недели сдвинулись сроки начала работ паромных переправ, обустройства понтонных и восстановления временных низководных мостов. К другим темам сотрудники областной налоговой службы и судебные приставы настоятельно рекомендуют северянам оплатить имеющиеся перед государством долги. Иначе, в преддверии летних отпусков, лыжники рискуют попасть в так называемый список невыездных. Причем лишиться возможности отправиться за границу рискует любой. При этом, неважно, исчисляется ваш долг миллионами или несколькими тысячами рублей. Важно оплатить долги строго за 10 дней до выезда или вылета к месту отдыха. В настоящее время выезд ограничен в отношении 339 лиц по данным налоговых органам. Налоговыми органами на постоянной основе осуществляется взаимодействие со службой судебных приставов. Имея доступ к сведениям об имуществе должника, налоговики одновременно с судебными приказами направляют ходатайство наложения ареста на объекты движимого и недвижимого имущества. Еще одна действенная мера по борьбе с возложенными неоплательщиками – это совместные рейды службы судебных приставов с сотрудниками ГИБДД. Как показывает практика, чаще всего северяне пренебрегают оплатой налогов на имущество. Сегодня общий долг составляет почти 700 миллионов рублей. Кстати, большинство должников – люди обеспеченные, отмечают специалисты. Если мужчина не выполнит свои обязательства, то машину судебные приставы. Конфискуют и реализуют в счет долга. Также специалисты вправе арестовывать банковские счета должников и удерживать суммы ежемесячно заработной платы. В Плесецком районе на автомагистраль вышел медведь. Произошло это неподалеку от поселка Самодет в Плесецком районе. Отважный водитель не только заснял стоявшего у обочины зверя, но даже вышел из машины, чтобы запечатлеть мишку вблизи. К счастью, хозяин леса был настроен миролюбиво и предпочел избежать встречи с водителем внедорожника. Возможно, именно из-за размеров машины, которую Мишка мог принять за противника. Одним словом, во время съемки ролика никто не пострадал. Мы продолжим знакомить вас с новостями регионов в 16 часов на канале ПС и в 12 часов завтра. Ну а сегодня итоговый выпуск в 19.20 на ТВ-центре. До встречи в автографе дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова